В эфире телеканал АПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Соловьков. Основная проблема, которую мы видим, это включение в границы особо охраняемой территории, какой бы она ни была, прибрежной морской экватории, где и осуществляется огромное количество хозяйственной деятельности. В первую очередь промысл, промысловое рыболовство, особенно водорослевого комбината. В случае закрытия производств пострадает как местное население, так и экономика региона. Решение проблемы специалисты видят в установлении более четких границ предполагаемого заказника и списка объектов, которые действительно нуждаются в особой охране. Нельзя забывать и про научно-исследовательскую деятельность и экологический мониторинг, который будет проблемно осуществлять в условиях нового статуса архипелага. Как вариант решения вопроса, областные депутаты предлагают создание на Соловках не заказника, а национального парка. Если будет национальный парк, то тогда будет все-таки дифференцированный подход к этим территориям и будут разрешены работы для всех этих предприятий. То есть нам сегодня нужно решить вопрос, чтобы у нас создание этого заказника не вошло в противоречие с людьми, которые там живут и которые там работают. Все предложения по изменению концепции заказника участники обсуждения направят в правительство страны, а на Соловках тем временем продолжаются общественные слушания, результаты которых также будут учтены при принятии окончательного проекта Соловецкого заказника. Мария Воробьева, Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Панорама Севера. В Архангельске продолжается ремонт наиболее проблемных дорог областного центра. Всего в разных округах города работают пять бригад со специальной техникой. Подробности дорожной модернизации в нашем следующем сюжете. Сегодня утром работы начались по адресу Талашское шоссе-1. В короткий срок предприятие Архкомхоз устранило дефекты на 25 квадратных метрах асфальтового полотна. Производилось фрезерование, проливка битумной мастикой и закладка асфальтобетонной смесью. Сегодня где еще будут работы продолжены? Советских космонавтов. В общем, по всему городу нарезка производилась ночью. Будем закладывать то, что было напелено ночью. Работу в две смены предприятие Архкомхоз ведет с самого начала дорожно-ремонтной кампании. Результаты впечатляют. Асфальтовые несовершенства устранены на более чем 50 участках дорог города. В планах дорожников проведение работы и на улице Ваучейского. От проспекта Ломоносова до проспекта Чумбарова-Лучинского. Замены здесь требуют больше 7 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Аналогичная ситуация и на улицах Кировская, Мостовая, Смольный-Буян. Это также адреса ближайших работ. Из городского бюджета в этом году на ремонт дорог выделено более 100 миллионов рублей. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. У школьного аттестата теперь новая форма. Ее разработало Министерство образования и науки России. С этого года документы выпускникам 9-х и 11-х классов будут выдаваться в новой цветовой гамме и в уменьшенном формате. Одной из первых их увидела Елена Матвеева. Директор 6-й гимназии Владимир Уткин достает из сейфа бесценный для выпускников этого года груз – школьный аттестат и нового образца. С 2014-го окончившим 9 классов будет выдаваться аттестат фиолетового цвета, а закончившим их с отличием – красного. А вот корочки аттестата об окончании 11 классов будут сине-голубого цвета, а для награжденных золотой и серебряной медалями – бордового. Сам аттестат состоит из трех частей. Первая – это его обложка. Вторая часть называется «Титул», где пишется фамилия, имя, отчество выпускника и факт того, что он закончил в этом году учебное заведение. А третья часть аттестата – это приложение, где выставляются отметки за курс основной школы за 9 классов или за курс средней школы за 11 классов. Бумага для аттестатов на четверть состоит из хлопка или льна, а сами документы защищены от подделки. Так в лучах ультрафиолета надписи и рисунки на них должны светиться разными цветами. Кстати, фразы за особые успехи в учебе, награжден золотой или серебряной медалью, больше не будет. Вместо нее лишь слово «с отличием». В номере документы избавились от букв, теперь только цифры. С виду новый аттестат станет очень похож на диплом вуза. Аттестаты заполняются с помощью компьютера, с помощью специальной программы. Заполняются аттестаты после того, как мы будем иметь результаты ЕГЭ по русскому языку и математике, которые влияют на заполнение аттестатов в 11 классе. Уже 20 июня новые аттестаты в 6 гимназии получат 78 11 классников и 66 выпускников 9 классников. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Чем занять себя летом? Этим вопросом задается большинство школьников, кто проводит каникулы в городе. Многие из них выбирают для себя труд на пользу и устраиваются на работу. О летних вакансиях в сюжете наших новодвинских коллег. Устроиться на работу несовершеннолетним гражданам можно в Центре занятости населения. Здесь ребятам расскажут, какие вакансии есть в городе на летний период и помогут заполнить необходимые документы. Желающих работать очень много, а людей, которые могли бы взять на работу и нести за это ответственность, выплатить им зарплату, крайне мало. Вообще хочу сказать, что те работодатели, которые берут детей на работу, по медали бы всем выдало, потому что это действительно очень ответственное дело. Больше всего помощников требуется в школы. Ежегодные образовательные учреждения берут порядка 15 человек на лето. По количеству рабочих отрядов лидирует вторая школа. Работа разнообразная и, как отмечают специалисты, дети труда не боятся. Работа бывает самая разная. У нас ребята работают именно в школах, например, они и клумбы копают, и цветы садят, и облагораживают участки пришкольные. И в школах помогают, в школе тоже ведь и ремонт, и где-то нужно прибрать, и намыть, и мусор вынести. То есть они на благо школы работают, молодцы. Восьмиклассница Людмила Карельская мечтает стать врачом, но пока признается, любая работа – это бесценный опыт. Я пошла работать в школу, чтобы летний месяц пройти с пользой для себя и для школы. В школе мы облагораживаем территорию, садим цветы, поливаем их, и наша территория становится очень красивой и опрятной. Те деньги, которые я заработаю, я хочу начинать копить, чтобы потратить с пользой потом и помочь, если что, в семье. Заработок, который получат ребята, будет зависеть от отработанных дней. Куда потратить деньги – самостоятельный выбор каждого подростка. Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. В России это профессиональный праздник экологов и защитников окружающей среды. В Архангельске, например, состоялась акция «Чистые берега и причалы». Горожане собирали мусор на набережной Северной Двины. А в Мирном в преддверии дня эколога собирали макулатуру в рамках акции «Спаси дерево». Достаточно ли зеленый наш город? Мнение Архангела Городцев в нашей рубрике «Вопрос дня». Я считаю, что наш город вообще очень зеленый, но лишней зелени никогда в городе не бывает. Вообще желательно бы сделать в нашем городе какой-нибудь красивый парк. Ну, как во многих городах в средней полосе, чтобы можно было гулять с колясками, можно было гулять влюбленным паром. Вообще было бы неплохо. Я считаю, что мало у нас зелени. И особенно мало цветов летом. В летний период, когда вот все люди гуляют и хотят видеть, и все-таки город красивый. В нашем городе мало очень зелени. И, вероятно, уже много спелинных деревьев надо сажать, я так думаю. Я считаю, что достаточно зелени в нашем городе, но, к сожалению, из-за того, что архитектура, честно говоря, стили архитектуры, вернее, нарушены, то выглядит это все не цельной картиной, а очень разбросанным. Я думаю, что можно посадить больше деревьев и цветов, и кустов. Недостаточно, и вырубают очень много. А добавить надо сохранить старые и приумножать, как вот на Чубарах уже тут началось. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. Овощи и фрукты к началу лета подорожали в Архангельской области. По данным статистики, в мае капуста свежая и белокочерная подорожала на 35%, лимоны на 23%, лук репчатый на 6,9%, груши на 6,4%. Вместе с тем, значительно снизились цены на свежие помидоры и огурцы на 19 и 15% соответственно. Круизный тур сезон в Поморье откроется ранним утром 12 июня в день празднования Дня России с заходом в Архангельс первого круизного лайнера «Ле Аустраль». Знакомство с достопримечательностями региона начнется с захода на Славецкие острова. Затем около 200 иностранных туристов совершат остановку в областном центре. В период летнего навигационного сезона 2014 года планируется заход еще трех круизных лайнеров с иностранными туристами. В честь 430-летия Архангельска городская детская художественная школа номер один организовала два конкурса художественного творчества «Парадиз на Двине» и «Арт-реакция» о создании уличных арт-объектов из бытовых материалов. Лучшие арт-объекты станут участниками праздничного карнавального шествия в день празднования 430-летия Архангельска. Узнать подробную информацию можно по телефону 64 99 51. Мы продолжаем нашу новую рубрику «Мой Архангельск». В ней любой желающий может рассказать о своих любимых местах в городе. Вчера своими впечатлениями поделился Валерий Афанасьев, директор парусного центра «Норд». Сегодня в нашем эфире о таком месте в Архангельске расскажет Ирина Буйновская, директор информационного вещания Архангельского городского телевидения. Если и вам есть чем поделиться, напишите нам на электронную почту городсобака.ps29.ru В Архангельске я живу последние 12 лет, а до этого заканчивала институт, тоже здесь 5 лет жила. Поэтому у меня было время полюбить этот город. Я его очень люблю. Мне кажется, и я всегда спорю с теми, кто обсуждает город, вообще Архангельск не познаваем. Его можно познавать, изучать, смотреть, ездить. Я только сегодня говорила, что за один месяц у нас пройдет здесь три фестиваля. У нас бесконечно какие-то открытия, выставок, спектакли. А любимых мест, безусловно, много в Архангельске. Это Чумбаровка и набережная. Но самое, наверное, такое для меня важное и любимое место – это вот там, где я работаю. Это гостиница «Двина». Наш офис тут располагается. И каждый день я бегу сюда на работу. Но еще есть маленький секрет. Он для меня лично. Я сама родом из Наринмара. А Наринмар очень часто останавливаются в этой гостинице. И когда я утром бегу на работу, я всегда кого-нибудь встречаю на крыльце. Всегда. Уже много-много лет. Поэтому я не чувствую себя совершенно оторванной от родного города. Я узнаю новости, я передаю приветы, мне приводят какие-то посылочки. То есть вот такой какой-то связующий пункт с моим родным городом, где я оставила частичку своего сердца и души. В Архангельск приехал Соловецкий морской музей. Конечно, не весь, а только одна из его экспозиций, посвященная навигационным знаком Белого моря. На выставке побывал Артемий Заварзин. Времени вопреки. Название этого стенда как нельзя лучше отражает суть выставки «Крест и маяк». На фотографиях разных видов и форм береговые навигационные знаки Белого моря. Несмотря на развитие современных технологий, им не дано уйти в прошлое. Вот одни из первых в России и существующих до сих пор поклонные кресты 16 века. Однако для мореплавателей они были больше, чем просто ориентиром. В кресте, конечно, для них воплощалось в навигационном кресте и утилитарное, и духовное. Крест – это символ спасения в духовной жизни, в море житейском. Крест – это помощник для мореплавателя, а часто и спаситель для мореплавателя. Уже в 20 веке на смену крестам пришел спасительный свет 20 маячных огней, расположенных на побережье Белого моря. Но исходил он не только от них. В экспозиции этот макет занимает особое место – знаменитый храм-маяк на острове Большой Соловецкий. Построенный еще во второй половине 19 века, он и сегодня продолжает оставаться единственным не только в России, но и в мире. Уникальная обитель с установленным на третьем ярусе маяком озаряла путь мореплавателей в радиусе 40 километров и озаряет по сей день. Маяк действующий – все благодаря монахам Соловецкого монастыря. Этот символ северной навигации одновременно и символ преемственности традиций, рожденных в Белом море. Мы надеемся, что многие будут с интересом больше к Соловкам относиться и к своей истории, к сохранению памяти. Поэтому, конечно, мы считаем, что это очень важно. И надеемся, что на неё придут и студенты, и, может быть, кадеты, моряки, которые тоже увидят что-то для себя интересное новое. Такая возможность у архангелогородцев есть до конца июля. Выставка открыта в Северном морском музее. Артемий Заварзин, Алексей Шершов, Панорама Севера. Необычные экипажи для самых маленьких. В Мирном прошел парад колясок. Место военнослужащих гарнизона на площади города заняли малыши, чей транспорт превратился в летательные аппараты, гигантские цветы и сказочные домики. Премьера парада колясок в Мирном состоялась год назад. В этот раз некоторые его участники решили попробовать свои силы вновь. К ним присоединились новички, и всего в соревнования включились 16 семей. Они с интересом разглядывали творения друг друга и не скупились на комплименты. Все такие яркие, необычные. В том году тоже было много участников, но в этом подошли так уже более творчески, мне кажется. Оформление велось с учетом номинаций. Кто-то предпочел национальный колорит, другим больше по сердцу пришлись космические миры. А самой многочисленной группой оказались мультяшные истории. Кого здесь только не было. И Золушка в карете, и маленький султан в шатре, и пчелка Майя, а вернее Диана на цветке. Мы долго думали, готовились к этому мероприятию, ну и решили, что воспользуясь подручным материалом, который у нас есть, лучше всего сделать именно такую модель. Тем более у нас есть пчелка своя домашняя. Позитивный ребенок растет. В семье педагогов по-другому быть не должно. Проявленное конкурсантами воображение не знало границ. Однако придумать – это лишь полдела. Надо воплотить идею в жизнь, да так, чтобы конструкция оказалась не только красивой, но и прочной. В ход пошел картон, ткань, строительные материалы. Наибольшие зрительские аплодисменты и, как позже выяснилось, симпатии жюри завоевала семья Ушаковых. Родители маленького Савелия сделали для него огромный бульдозер и себе подобрали соответствующий наряд. Хотя по роду деятельности к строительству отношения не имеют. Просто муж любит большие машины и все, что с ними связано, и ему по душе пришлась эта тема. Я смотрю, вы и касками обзавелись. Ну, мы среди знакомых, да, так, поискали, решили для образа подобрать, нашли. Одетые в тему, папа и мамы и правда отлично дополняли конкурсную модель. Людмила Жиркова, например, облачилась в народный костюм, а ее маленький Марк стал колобком. Коляска превратилась в русскую печку, где свое место занял кот. У них второе место. На третьем оказалась ракушка семьи Гончаровых, пожалуй, самая элегантная из представленных колясок. В номинациях победу одержали семьи Кучеренко с самолетом, Боровенко с шатром и Желонкиных с избушкой на курьих ножках. Вообще все были молодцы, все, ну, просто по себе знают, сколько труда стоит делать какие-то вот такие композиции, поэтому все молодцы, что участвуют, а всем, кто не участвовал, обязательно в следующем году приходите, участвуйте. Последовать примеру Екатерины могут многие. Ведь в городе ежегодно регистрируется рождение около 400 малышей. В конкурсе же можно участвовать с детьми до пяти лет. Творческим раскованным родителям стоит испытать свои силы. Сегодняшний день в истории архангельского спорта особенный. Впервые в нашем городе проходит плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису среди женских команд. На торжественной церемонии открытия соревнований побывала наша съемочная группа. Спортивный сезон мастеров «Малой ракетки» близится к завершению. Позади четыре изнурительных этапа в разных городах страны. Развязка долгого пути девушек к пьедесталу почета решением Федерации настольного тенниса России происходит в Архангельске. Здесь играет самая высшая лига среди женщин, женская премьер-лига. А сегодня у нас начался завершающий этап этой женской премьер-лиги. Этот этап называется плей-офф. Играют четыре сильнейшие команды клубного чемпионата страны. То, что соревнования подобного уровня проводятся в столице Поморья, во многом заслуга девушек, которые защищают цвета клуба настольного тенниса Родина. В прошлом году они стали чемпионками России. Несмотря на то, что в команде лишь одна северянка, легионеры сражаются за честь нашего города, как за своего родного. В том числе и капитан женской дружины, москвичка Анастасия Воронова. Мы очень старались, чтобы эти соревнования, то есть финальные соревнования клубного чемпионата проходили именно на нашей земле, на Архангельской, за кого мы играем в этом году. Усилие колоссальное, я считаю, что продвинуться так за несколько лет, что многие спортсмены в России узнали вообще про то, что имеется школа, что имеются дети, которые растут и показывают некие результаты на российском уровне. За приезжими мастерами подтягиваются архангельские теннисисты, а за ними идут и просто любители пинг-понга. В последние годы этот вид спорта в нашем городе совершил стремительный марш-бросок вперед. Об этом на официальном открытии турнира говорил и мэр Архангельска Виктор Павленко. Сегодня 14 секций клубов, из них три в детских спортивных школах занимаются именно настольным теннисом. У нас проводится более десятка различных соревнований по настольному теннису. И очень важно, и, наверное, это тоже дало толчок, я очень благодарен и президенту Федерации настольного тенниса области, и он же руководитель клуба «Родина», «Родин» Алексей Федорович, о том, что в прошлом году мы совместно сделали такой проект. Это 100 теннисных столов во дворах установили, и ребята стали играть в теннис. Где есть массовый спорт, там есть и спорт высших достижений. Успехи клуба настольного тенниса «Родина» тому подтверждение. Завтра наши девушки поборются за выход в финал с соперницами из нижегородской команды из «Дюшор» номер 13. По итогам противостояния им предстоит играть либо с гостями из Таганрога, либо из Тюмени. Решающие поединки пройдут 7 и 8 июня. Алексей Корейский, Илья Сумароков, «Панорама Севера». С победой вернулись домой архангельские боксеры из подмосковного Раменского, где завершился второй этап всероссийской спартакиады среди студентов. В активе наших бойцов золотая и серебряная медали. С победителями встретился Константин Рудаков. Покорять подмосковный ринг отправились лучшие представители архангельской школы бокса. Кандидаты в мастера спорта Никита Третьяков и Владислав Огорельцев. Сражения предстояли нешуточные. На универсиаду Северо-Запада и Центра России приехали 18 команд. Первым вступил в жесткий бой Никита Третьяков. Уровень соперников был хороший. Провел два боя. В первом бою выиграл уверенно в полуфинале. В финале чего-то не хватило немножко и проиграл. За товарища по команде сумел отомстить Владислав Огорельцев. В финале он не оставил шансов Алексею Викторову из Ярославского педуниверситета. В этом сезоне наш чемпион перешел в самую престижную категорию мужчин. А потому победа вдвойне почетна. Первый год среди взрослых боксиру шлема сняли, новые правила немного не получилось. Вот сейчас в конце адаптировался к новым правилам и победил. Доволен результатами своих подопечных и тренер Федор Гладков. В когорте сильнейших боксеров двух федеральных округов северяне показали бойцовский дух и отменную технику. Практически в каждой весовой категории боксировали мастера спорта России, кандидаты мастера спорта России, победители и призеры, участники первенств России и многих международных турниров. То есть уровень был достаточно высок. Теперь чемпиона второго этапа универсиады Владислава Огорельцева ждет решающий раунд соревнований – финал России. Он пройдет с 20 по 27 июня в Казани. Наш спортсмен будет биться только за победу. Городской круглосуточный телеканал «ПС» в рубрике «Открытый город» продолжает прямые трансляции самых зрелищных и увлекательных событий нашего города. Пятого по восьмое июня только на телеканале «ПС». Все игры – плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису премьер-лиги среди женских команд сезона 2013-2014. В чемпионате примут участие четыре сильнейшие команды из Нижнего Новгорода, Таганрога, Тюмени и Архангельска. Поддержать архангельскую команду можно будет на телеканале «ПС» и в интернете на портале «Правда Севера». Старт теннисного чемпионата 5 июня в 10 часов. На экране вы видите расписание прямых трансляций игр премьер-лиги. 7 июня в прямой трансляции на телеканале «ПС» мы будем выбирать первую красавицу «Арктики-2014». 12 самых очаровательных студенток Сафу им. Ломоносова будут соревноваться за почетное право носить корону. Кроме того, в качестве гостей в конкурсе примут участие 30 красавиц из вузов Мурманска, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймыра и Республики Саха. Наблюдать за ходом Арктического фестиваля красоты можно будет 7 июня в 17 часов. Не пропустите! Только у нас. Город в прямом эфире. Далее в выпуске информация о курсе валют на 6 июня. По данным Центробанка, на 6 июня доллар США 34 рубля 90 копеек, евро 47 рублей 49 копеек. Сразу после нашего выпуска смотрите телепрограмму «Про церковь». Гость программы – митрополит архангельский Холмогорский Даниил. Накануне праздника Святой Троицы и иерарх Русской Православной Церкви ответит на вопросы о вере, личном пути к Богу, возрождении храмов в регионе и многие другие. Задайте свой вопрос митрополиту Даниилу в прямом эфире по телефону 639-717. А у меня на сегодня все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи! В пятницу 6 июня в Котласе будет ясная погода, температура воздуха 22 градуса тепла. В Мирном – переменная облачность, воздух прогреется до плюс 23. В Вильске – малооблачно и 25 градусов тепла. В Новодвинске – ясно, плюс 21. В Архангельске будет ясная погода, температура воздуха утром плюс 15, днем – 19-22. Вечером – от 20 до 21 градуса тепла. Ярмарка распродажи ивановского текстиля начала свою работу в выставочном зале Союза художников России. Вас ждут гарантированное качество и, конечно, очень низкие цены. Так, носки стоят всего 15 рублей, подушка бамбук – 250 рублей, постельное белье – всего 350 рублей, одеяло – 490 рублей. Постельное белье я выбрала, здесь очень дешевое. Считается, что из Иваново лучше, качественное. Вот поэтому, вроде кажется, и дешевле. Поэтому мы и приехали сюда. Пришли сюда потому, что это качественная продукция, натуральная. И стоит гораздо дешевле, чем в этих всех перекупщиках магазинах. Приходите, люди, на выставку, здесь все дешево, качественно и наше российское. Ярмарка распродажи ивановского текстиля будет проходить до 6 июня включительно в выставочном зале Союза художников на проспекте советских космонавтов 178. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова